всем привет это развлекательный канал s&g и с вами как всегда я слуцкий александр и мы продолжаем проходить карьеру фифа 14 за екатеринбургский урал матч против монако и это пятый тур о лиге чемпионов таблица на ваших экранах справа снизу вот я и даже выделил вы можете наблюдать наше положение в случае победы у нас будет возможность догнать или обойти байер и занять второе место в нашей таблице а последний матч у нас с барселоной поэтому конечно шансов маловато но будем цепляться за них до последнего если сейчас мы не побеждаем то наверное шансов уже занять второе место не будет с другой стороны если мы даже сыграем в ничью то скорее всего окажемся в лиге европы что тоже неплохим итогом для нас будет являться учитывая в какую группу сложную мы попали и так переходим к подготовку в подготовку к матчу будем играть своей домашней форме монако пусть играют беленькой и так принимаем гостей у себя на стадионе центральном екатеринбурге и так чухлей как всегда у нас устал а что делать к сожалению вильям барби все еще травмирован и будет травмирован еще достаточно длительное время придется чухлею потерпеть хотя данцев вот видите да он даже посолиднее давайте данцев сыграет справа ну а капитан почему-то у нас все еще аздоев давайте капитана сделаем все таки и шатова как это и было раньше и переходим к матчу собственно насчет нападающего нашего из ливерпуля купленного на молодого джордана и б как я его называл я посмотрел как его правильно как правильно читается и произносится его фамилия и в некоторых источниках пишут что джордан айб некоторые что джордан и б я привык называть джордан и б его поэтому буду и продолжать озвучивать его фамилию так ну что лига чемпионов пятый тур екатеринбург играем матч начался первая минута и урал уже пытается что-то придумать у чужих ворот и это шатом забегает по левому флангу получает мяч уходит в центр штрафной будет бить в дальней от перекладины гол олега шатова первые же минуты первая же атака вторая минута и наш капитан сразу же потрясая повязкой празднует гол великолепный гол здесь два защитника просто статистами оказались и шатова не смогли помешать на финте он тут на противоходе поймал двух защитников и удар то какой а удар точне ханька в девятку от перекладины и посмотрим чем ответят французы такое бодрое начало от урала дирар терять мяч и снова шатов здесь но здесь здоровый такой мощный защитник монако отбирает у олега мяч жао маутиньо проникающий пас но здесь беляев опередил кстати кого же он опередил это сломан рандон еще один представитель российской футбольной премьер-лиги среди игроков наших соперников лиги чемпионов паршивлюк нужно переводить да на другой фланг шатов забегает но слишком рискован отдавать такую передачу от эта ошибка вот эта ошибка может стоить нам дорого защитники справились справились макеев шатов пас в центр это аздоев джордан и б ух как его встретили довольно жестко но в то же время в пределах правил но джордан не сдался и мяч это отвоевал а здесь пас наздо его ох как защитник рискованно играл если бы ошибся в траектории полета мяча то пролетел бы мимо и оставил бы по моему это был сапета 1 на 1 с голкипером а здесь шатов как всегда настырный олег пытается забрать мяч почти получилось снова и б пока мусу не видно но он может сыграть свое слово сказать свое слово когда это понадобится на каком-нибудь ускорение поэтому ждем ждем проявление мусы в этом матче шатов и здесь слева макеев подключается неплохо макеев подача и муса но здесь нет шансов нет шансов на втором этаже да нам нужен конечно высокий форвард это глупо отрицать возможно это будет одна из главных задач следующие трансферное окно это сезар подключается ничего себе сезар пас центр аздоев на замахе нет троих не прошел но пытался плюс за попытку не здесь рандона нельзя пускать нельзя пускать рандона макеев увидал шатова шатов заброс на джордана и бенни вышел по мысли здорово по исполнению плохо снова по правому флангу атакует монако и это соломон рандон что будет делать убрал двух защитников но здесь не так-то просто справиться с беляевым максим отгадал действия соломона рандона и перехватил мяч ай-яй-яй сапета уводит мяч за боковую переборщил с финтами снова 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 момент может быть у монако но здесь танцев до конца до конца подстраховал сергея паршивлюка который сместился в нападение в этом эпизоде муса данцев центр играет дальше макеев снова шатов игра через капитана нашего ведется шатов на афинте тисарант радригес напряжение царит над футбольным полем ведь монако необходимо побеждать чтобы сохранять хоть какие-то шансы на продолжение борьбы в евро кубках не обязательно в лиге чемпионов а даже в лиге европы случае победы урала таких шансов не предоставится джордан и б и вот муса но здесь а в сайт конечно здесь конечно положение вне игры это было видно невооруженным глазом мусава в сайте бор холоперс пас какая скидка и великолепный гол на самом деле несмотря на спасение и сейф великолепный ладыгина добивание джеймса родригеса привело к забитому мячу но вы посмотрите великолепно разыгранный вроде бы обычный штрафной заброс скидочка и выход 1 на 1 и никаких шансов до 33 минута и счет равный 1 1 данцев муса сыграл вновь на данцева но перекрыто все было джордан и б навязал борьбу но судья зафиксировал фол а жаль заброс на рандона по моему это он скинул так удачно мяч урала после некоторых неточностей футболистов монако аздоев макеев снова и снова снова ищут шатова но там все перекрыто на другой фланг и здесь данцев получает мяч получает мяч навешивает мусе снова достается борьба верховая не его это игра но что делать выбора у нас нет лучше попытаться навесить чем просто потерять и отдать мяч пресс прессинг прессинг урала жао маутиньо вновь и снова отличный пас пас саламон рандон ну монако ребята вот вам уровень команды здесь здесь каким образом они умудрились пройти нашу оборону непонятно но разрезали знатно 2-1 на 45 минуте был забит мяч и получается что мы уже проигрываем а так все хорошо начиналось здесь макеев по флангу и идет дальше макеев отдает передачу джордан и б успевает сравнять счет до перерыва и это должно придать уверенности нашей команде а гол конечно сделал евгений макеев просто продрался там по флангу продавил всех и отдал великолепную передачу на джордана и б а тот в полной боевой готовности был и послал мяч в ворота и счет все таки равный к перерыву 2-2 очень быстро обменялись команды перед перерывом забитыми мячами ну а самый красивый гол конечно на счету пока Олега Шатова второй тайм что он нам принесет пока матч действительно оправдывает ожидания очень результативный и возможно забитые голы еще будут по крайней мере игра это сулит Карраско по правому флангу нет по левому флангу почему же по правому Куржаво Мжаво Маутиньо Карраско владеет владеет мячом Монако решили начать давление на ворота Урала с первых же минут второго тайма ох здесь повезло что ошибка была в премьем мяча Муса Данцев по правому флангу и нужно нужно забегать нужно забегать кому-нибудь почему Муса не забегает я не понимаю а он сейчас забежал и получает мяч Муса разворачивается на замахе убирает Аздоев игра рукой между прочим ну а такие пенальти здесь не назначаются по одной простой причине что у меня не выключен Данцев выключена игра рукой штрафной потому что это очень глупо бывает иногда Данцев Муса и там совершенно один Шатов получает мяч Олег и бьет ну вот и голкипер показал себя голкипер футбольного клуба Монако Джордан и бе и бе нет так просто здесь не пройти но нужно прессинговать прессинговать отлично выбрались из обороны длинным пасом и таким точным Муса стал отрабатывать в обороне Ахмед кстати и здесь это Данцев бить надо ну мешали ему там держали но пенальти за это конечно не назначат надо было увереннее увереннее продвигаться к воротам и завершать атаку Шатов Джордан и бе Олег Шатов получает мяч Олег и дальше проходит нет продавить как Макеев у него не вышло Сапета Сапета почти прошел всех сам здесь здорово на перехвате и Джордан и бе почти вышел один на один пытаются пытаются игроки Урала играть на опережение футболистов Монако перехватывать мяч и здесь Шатов почти удалось почти снова вынос вратаря неудачный Джордан и бе заброс нет защитник грамотно играет как бы не напороться сейчас на контратаку и там совершенно один на левом фланге но пас в центр на Рандона Рандону нельзя дать подать и не дают и это Сергей Паршевлюк сместился с правого фланга на левый и прервал эту атаку Муса дальше Шатов и теперь контратака уже у Урала это Олег Шатов на замахе убирает защитника идет дальше но там подкат очень четкий очень чистый ну 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 аккуратненько 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 по правому флангу момент может быть подача Сезар подбор подбор за Уралом и контратака Урала Джордан и Бекс забегает получает мяч Джордан получает мяч но тут два защитника и корпус ставят они ничего не дают сделать Джордану и Бе но он не выключается из борьбы нарушает правила 75 минута встречи нам нужно три очка а не одно нам нужно три очка а не одно карасков по левому флангу прессинг со стороны Монако ничья их не устраивает так же как и нас кстати говоря даже наверное больше Шатов играет с Джорданом и Бе и Бе нет неправильное решение неправильное ждал этого защитника ухода во фланг и уже готов был к перехвату Тулалан Родригес Рандон снова Тулалан Данцев Аздоев нужно нужно найти нужно найти момент на последних минутах Данцев главное его реализовать Аздоев а не точный пас какой не проходила эта передача и к сожалению не прошла Тулалан Сазар хороший но заброс то кому не тому Мусе вообще то должен был быть заброс Рандон кто первый вроде бы остановил но тут офсайд да сумели остановить Соломона а он был готов уже выходить один на один ну что есть еще время на пару атак нужно только поменьше ошибаться Шатов очень устал но нужно терпеть Сапета Данцев Паршевлюк по флангу что дальше чуть 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 назад на Сапету Сапета ой-ой-ой это неправильный пас был Муса давай Эхмед Муса нет тяжело ему доставить мяч было в такой ситуации а он один из тех кто еще не устал у нас Караско очень активный фланговый игрок у Монако доставил нам сегодня проблемы продолжает их доставлять все-таки Монако заканчивает эту игру в атаке и нужно отобраняться да получилось у нас ну что ж ничья и скорее всего мы должны забыть о Лиге Чемпионов и уже готовиться к плей-офф Лиги Европы во всяком случае мне так кажется игра была равная и счет отражает суть игры на самом деле счет первого тайма остался на табло полное выздоровление а вот и Вильям Барбио а вот и наш бомбардир как только заканчивается Лига Чемпионов он выздоравливает да Вильям давай ты на заменку пойдешь пока что надо аккуратно быть с тобой а то еще раз травмируешься будет еще хуже и так переходим в таблицы и посмотрим что у нас там Лига Чемпионов вот наша группа ну с одной стороны шансы еще есть то есть обыграем мы Барселону обыграем Монако Байер и мы на втором месте выходим в Лигу Чемпионов но вы сами понимаете что в гостях обыграть Барселону и чтобы Монако обыграл Байер это должно свершиться чудо поэтому мы будем играть хотя бы на ничью чтобы обеспечить себе Лигу Европы Монако от нас в трех очках и в случае их победы они могут нас вытеснить с третьего места и так следующей серии у нас матч вообще-то с Динамо ну а так давайте-ка посмотрим пресс-конференция давайте еще раз будем мотивировать Урал 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 я бы хотел посмотреть календарь да Динамо потом ЦСКА потом Барселона ну да календарь не из лучших у нас но надо как-то 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 с этим смириться и как-то с этим бороться мы на седьмом месте напоминаю в чемпионате в Лиге Чемпионов в группе нашей на третьем остался один тур и надеюсь что попадем мы в Лигу Европы по крайней мере но узнайте вы это в следующих сериях подписывайтесь на канал чтобы их не пропустить ставьте лайки если понравилось видео а также оставляйте комментарии если есть что сказать всем пока и до скорого до скорого до скорого этого я Продолжение следует...